В основу фильма «Ночь исцеления» легла повесть Бориса Якимова. Воспитанники медиа-студии «Фристайл» сами написали к нему сценарий, нашли локации для съемок и подобрали артистов. Этот фильм о женщине, о бабушке уже, которая пережила Великую Отечественную войну, и ее до сих пор мучают воспоминания об этом событии. И к ней приезжает внук, и он помогает своей бабушке исцелиться от этих воспоминаний. Этим летом свой фильм «Ночь исцеления» воспитанники «Дыши номер два» отправили на областной конкурс «Школьное видео» в Нижний Новгород, где работа заняла первое место. Работу оценивал директор компании «Оптимедиа Холдинг». И еще есть такая замечательная студия в Нижнем Новгороде «Один дома». Они выпускают передачу для подростков на достаточно серьезном уровне. И там работает замечательный человек Гартман Татьяна. Всего на конкурсе «Школьное видео» воспитанники «Дыши номер два» представили четыре работы, три из них – репортажи. Ролик «Почти как Марио» на конкурсе стал победителем. Над ним работали четыре человека. Каждому из ребят предстояло снять кусочек видео, как он с пользой проводит время дома. Алисе Урядниковой достался сюжет про спорт. Помогал девушке снимать репортаж ее отец. Я подошла к нему и сказала, что мне нужно помочь в съемке. Он согласился. И мы, когда остались вдвоем дома, все это снимали. Потом нам помогла мама, когда мы снимали зарядку. Она включила колонку, навела на нас телефон. И мы пытались что-то сделать. Всего в конкурсе приняло участие более ста человек со всей Нижегородской области. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.